Как наше государство борется с интернетом? Новые социальные льготы перед выборами в Государственную Думу и публичное обсуждение реконструкции парка на улице Сосина. О чем говорит город, говорим о мы. Это программа «Соседский Wi-Fi». С вами в студии Дарья Козина. И Петр Смирнов. Подключаемся. Даш, первая самая главная новость, которая... Вот, казалось бы, ну при чем здесь Саров? Ох, причем здесь там, вот мы живущие в Мордовском заповеднике люди. Как нас это касается, да? Государство решило, внимание, понизить скорость доступа к Твиттеру. То есть Роскомнадзор объявил, что с 10 марта, это на прошлой неделе было, снижает скорость доступа к одному конкретному ресурсу, к одной конкретной социальной сети, не очень популярной в России. Будем говорить, что у нас там порядка миллиона человек пользуются в Российской Федерации этой соцсетью. Но ощутил ее это даже я. У себя дома. У меня просто упал интернет дома. Ютуб не загружался. Сайт Кремля, сайт Государственной Думы, Следственного комитета, Роскомнадзора, который эту блокировку затеял, значит, упали и были недоступны, совершенно не открывались. Вообще, я действительно это проверил, то, что часто пользуюсь сайтом, например, Роскомнадзора. Это о чем говорит? О стабильности, наверное, все-таки оператора связи. Ростелеком, видимо, не готов к подобным экспериментам Роскомнадзора. Похоже, что да. Похоже, что именно один оператор, как они сами заявили, представители Ростелекома, они как бы вроде бы и ни при чем. То есть Роскомнадзор имеет специальное оборудование на сетях операторов. И сам может управлять им, независимо от администраторов сети, того же Ростелекома или кого бы то ни было. То есть получается, что там какой-то тумблер щелкнули, и все, и значит, такой легкий коллапс начался интернета. Однако другие операторы выдержали, по сути, у других проблем не возникало. Но получается, что делали это только на сетях одного оператора. Как написал Песков, у нас проблем нет. Ответил, да, у нас проблем нет, а то, что у вас там не открывается, это как бы изменить. То есть у нас сайт открывается. Вообще, может быть, сайт Кремля у Пескова открывается из внутренней локальной сети. Зачем ему интернет? Но так или иначе, почувствовали как раз-таки вот эти изменения и снижение скорости в закрытии сайта и так далее только Ростелекома. Вот тут и вопрос. Да, то есть даже я, как пользователь Ростелекома, почувствовал на себе блокировку одной конкретной социальной сети, которой я даже не пользуюсь. У меня ее нет. Опять же, почитала, с чем это было связано. В принципе, причина-то адекватная. Адекватная, что не удаляют неприемлемый какой-то контент, да, касающийся... Опять же, по мнению Роскомнадзора. Я просто, да, сама цель, она влагая. То, что как-то это все корявенько получается, ну вот, по факту. У нас, наверное, с первого раза ничего не летит. Слушай, ну уже был первый раз, уже был первый Блинкома. В 2018 году Роскомнадзор успешно боролся с Телеграмом. И ничего не смог этого сделать, сам зарегистрировался в итоге в этой социальной сети. Роскомнадзор уже подружился с Телеграмом, уже подружился с Фейсбуком, например, который тоже... Ну, значит, нашли общий язык. Да. И теперь блокировать не надо. Ой, Телеграм, Твиттер не идет на контакт, поэтому будут принимать... Очень интересная была реакция на официального представителя МИД, Марии Захаровой, на реплику самого, собственно говоря, Твиттера, что вроде как такие блокировки и попытки снизить скорость, это значит наступление на свободу слова и ограничение общения в интернете, свободного общения в интернете. А Мария Захарова, надо отдать ей должное, конечно, остренько ответила им, сказав, что это не тот ли самый Твиттер, который буквально полгода назад заблокировал действующего президента США, собственно говоря, в Твиттере, говорит о ограничении свободы общения в интернете. На самом деле, очень прозорливый, очень точно, потому что, ну, ребят, давайте уже будем говорить про двойные стандарты тогда, да? То есть, если вы занимаетесь блокировками, почему мы не можем заниматься собственными блокировками и по собственному соображению, собственному разумению, что называется? Но мне кажется, тут на очереди, правильно ты заметила, что вроде как и Фейсбук, да, а Фейсбук это не просто один там, одна социальная сеть, это Фейсбук принадлежит и Инстаграм, и Мессенджер, Ватсап, значит, и соцсеть Телеграма. Они, как ты видишь, находят сейчас общий язык с Роскомнадзором. Можно идти, находить какие-то точки соприкосновения, идти на диалог и прочее, потому что вот это бодание с одной стороны, с другой стороны, нет, я не буду удалять здесь, мы удалим сами. От этого вот как раз-таки и страдают у нас пользователи Ростелекома и прочих, возможно, операторов, потому что по другим просто, мне кажется, не так ощутимо, возможно, было. Те, кто захотят им пользоваться, будут пользоваться, на самом деле есть современные методы обхода всех блокировок, они известны тем, кто их желает найти, они их найдут, то есть никаких, ну, скажем так, тем, кому надо, те будут пользоваться. Те, кто не испытывают особой потребности, да, ну, как бы уйдут. Продолжение этой истории. Да, вот на днях стала известна тоже такая новость. Федеральная налоговая служба, значит, предложила взимать подоходный налог с YouTube-блогеров. То есть вот есть блогер русскоязычный, он зарабатывает деньги, соответственно, помнишь, мы с тобой вспоминали саратовского, значит, депутата от КПРФ, он же тоже деньги зарабатывает, да, его даже за это хотят типа мандата лишить, что он зарабатывает на YouTube деньги. А вот предложил взимать налоги, значит, с таких YouTube-блогеров, которые зарабатывают там, естественно, на рекламе. Мне кажется, это очередная попытка наступления как раз на иностранные сервисы. То есть либо ты уходишь на российскую платформу, и тут получаешь, допустим, не 13%, да, а там 6% как самозанятый, или 4%, или 13% плати, вот, обязать YouTube самостоятельно. Ну, причем YouTube платить в российскую казну, и причем оценивается там в несколько десятков миллиардов рублей этот рынок, рынок рекламы именно вот в YouTube-блогеров. Такой вот, в общем, интересный подход и возможность еще раз государству подзаработать на интернете. Ну, так или иначе, граждане пользуются, почему с этого ничего не иметь? Это не в стиле нашего государства и вообще какого-либо. А у нас на YouTube-канале монетизация отключена, вы никогда не увидите там рекламы, поэтому заходите, смотрите, без рекламы все репортажи, все новости, канал 16 у нас на YouTube-канале. Но, конечно, понятно, да, зачем это делать, собирать дополнительные налоги. И, ну, перейдем уже к следующей теме, да, у нас впереди, конечно же, выборы в Государственную Думу, у нас в области еще и законодательные собрания будут выбирать. И государство, конечно, готовится к такому роду мероприятий. Значит, первое и самое главное... Подстилает, да, с ним? Подстилает, да, соломку перед выборами. Послабление в законе о повышении пенсионного возраста. Значит, теперь будут выходить на пенсию раньше, то есть сейчас вот 60 и 65. Соответственно, 60 женщин, 65 мужчин, но определенным категориям, тем, кто работал, видимо, в тяжелых условиях или в условиях Крайнего Севера, им возвращают обратно. Значит, выход на пенсию возвращают... Понятно, как это маленькая часть, но... Не, ну, тем не менее, да, то есть уже начался процесс отката в этом вопросе. На самом деле у нас очень много ветеранов труда, и у нас многие получают дополнительные выплаты к пенсию в городе, я имею в виду, да, и... Ну, понятно, что это не такие маленькие суммы, да. Да, что у нас с пенсионным обеспечением, конечно, получше, но тут тоже есть определенные нюансы, как говорится. Так или иначе, просто недавно ехали со съемки, значит, с оператором, и таксист уже пожилого возраста интересовался очень так яро, а там что-то про индексацию слышно, поэтому народ-то волнуется по поводу этого, и здорово, что вот откликнулись 3,5% получите, распишитесь. Да, также, получается, вводят некую ранжир по детским выплатам, я так понимаю. То есть если бы детские сейчас выплаты были всем, независимо от дохода... 50%, да. Да, то сейчас будут уже выбирать, так сказать, кому действительно нужно. Ну, это логично, потому что, ну, на самом деле, ну, как-то, наверное, принцип нуждаемости нужно учитывать в этом вопросе, да. Хотя, конечно, все мы нуждаемся. Ну, от прожиточного минимума в конкретном регионе, понятное дело, потому что всех равнять под одну гребенку... Ну, в Москве там, скорее всего, другой прожиточный минимум. Выплату, да, в Москве, допустим, и где-нибудь, там, не знаю, в Кирове. Ну, да, да, да. Они будут, понятно, суммы разные, и потребности разные у людей, и прочее. Поэтому здесь очень хорошо, что сделали различия между пособиями. Да, ну и самое главное, это, конечно, коронавирусное послабление. То есть мы-то все-таки живем... Все мы ведем. ...живем все в пандемию, но на самом деле мы уже не раз говорили, что у нас губернатор, он же следит за большим братом в Москве. И там, да, Сергей Семенович Басобянин сказал, что вроде как все уже ограничения были сняты в январе-феврале, более-менее такие самые жесткие. И можно ожидать, что весной, то есть вот уже, вот, уже, можно сказать, через месяц будут сняты все остальные. И мы, в принципе, тоже ждем. То есть... Самое главное послабление, самое долгожданное, мне кажется, это отказ от масочного режима. Да, оно вообще возможно? Ну, Попова, кстати, заявила вчера, по-моему, заявила о том, что нет, масочный режим мы отменять до конца года, скорее всего, не будем. То есть вряд ли это произойдет к лету, весной, осенью и прочее. Не можем мы вот так вот с лета отказаться. То есть ограничения ограничениями, но маски у нас останутся. И вот это вот самое печальное, потому что уже... Да, маски, конечно, надоели, но вопрос, насколько они эффективны и защищают ли, да. Поэтому, на самом деле, мне кажется, только вакцина может действительно защитить, да. И сейчас в Европе прям война из-за нашей российской вакцины, спутник ВИ, который я, в принципе, привелся. Ну, никак не все не дойду проверить антитела. Вот я думаю, что на следующую неделю, конечно же, это сделаю. Там уже пора, да, по сроку? Уже 4 недели прошло, да. Уже, казалось бы, помнишь, у нас тут зам первой поликлиники говорил, что как раз 3-4 недели все сформировался, должен был иммунитет. И вот новость, собственно говоря, в Райс-Сарове у нас 4 тысячи, по-моему, вакцинировалось человек. Да, да, да. Значит, 15 где-то переболели, если я правильно помню, переболело. То есть, получается, 20 тысяч человек, как минимум, имеют, ну, хотя бы какой-то шанс на антитела. Вот, поэтому я всех призываю, обязательно идите на вакцинацию. Если вы не болели коронавирусом, сделайте тест на антитела, пройдите вакцинацию. Это защитит нас. Мы сейчас видим, что 4, 1, 2, 3, 4 случаев в день, да, по сравнению буквально 2-3 месяца назад, по 100, там, под сотню случаев ежедневно. Ну, то есть, давайте не допустим все вместе, хотя бы в нашем городе этой ситуации повторений. Возможно, мы скоро придем к безмасочному режиму. Да, поэтому вакцины на всех есть. Идите, записывайтесь, вакцинируйтесь. И дай бог эти новые ограничения не введут уже в сентябре месяца следующего года, потому что, ну, уже не хочется сидеть дома. И последняя тема, мы вернемся к ней с нашим гостем, с Ноной Левин, депутатом городской думы. Но я хотел бы перед тем, как она здесь появится, высказаться по поводу вообще проведения публичных слушаний в условиях пандемии. У меня такое ощущение, что люди, ну, специально, знаешь, вот их приходят, чтобы как-то излить душу, да. Вот мы говорили про слушание по правилам землепользования. Здесь с парком на Сосино, улице Сосино, детским парком, произошла та же самая ситуация. Люди пришли излить душу и покричать, повозмущаться, поговорить, что так-то нельзя или можно. Там конструктив относительный, конечно, конструктив был, как я поняла, потому что так или иначе мнение выражали по парку, и конкретные пожелания были по парку. Другое дело, насколько, грубо будет, наверное, выразиться, адекватными были эти пожелания, насколько действительно обширными и многосторонними они были. Здесь вот такой большой знак вопроса. Да, но мы вернемся после перерыва, поэтому не переключайтесь. Крупнейшую сделку по продаже цифрового искусства провел британский аукционный дом Кристис. Работу автора, известного как Бипл, продали за 69 миллионов долларов. Калаш состоит из 5000 картинок, которые художник ежедневно создавал с 2007 года. Икея пополнит линейку мягких игрушек с труднопроизносимым названием «Плюшевая собака и русалка», эскиз которой нарисовал 9-летний мальчик из России. Всего в конкурсе «Давай играть» участвовали 66 тысяч детских работ со всего мира. Кроме собаки-русалки, осенью в продажи поступят друзья-бутерброды Одри из Канады, кошка Лиепы из Литвы, яичница Зоси из Польши и птичка Ника из США. В Японии местный комик, сражаясь за пост главы префектуры, выступил на государственном телеканале в образе Джокера. Несмотря на пугающий образ, комик всерьез намерен сделать свою страну счастливой. Например, он хочет переименовать местный аэропорт в Дисней Скай и сделать песню «Отпусти и забудь» из мультфильма «Холодное сердце» за главной темой префектуры. Ну, к нам в студию присоединилась Нонна Львина, депутат городской думы. И, я так понимаю, ты депутат как раз на округе, где улица Сосина и располагается. Нет, Петр, ты здесь ошибаешься. Да, это округ Ваганово. И, наверное, да, ближе всего к округу, округ Ситниково. А я, ну, скорее присоединяюсь к проблеме, потому что я являюсь инициатором. Да, я знаю, что ты давно занимаешься этой проблемой, именно этого парка. Еще в прошлом созыве, в шестом, ты, собственно говоря, двигала, да, эту тему, необходимость ее реконструкции этого парка. И, ну, сейчас вот мы подошли, можно сказать, к финишной черте обсуждения и дальше только реализация. То есть, я на слушание не ходил, слышал, так сказать, опосредованно от своих участников, кто там был, результаты. Поделись мнением, как прошли слушания. Честно скажу, я ожидала, что слушания пройдут в более напряженной обстановке, скажем так, что будет много полярных мнений. Собственно говоря, вот этим слушанием предшествовало же многолетнее, там, с 17-18 года рассмотрение вопроса. Да, и действительно, мы присутствовали на экскурсии в детском парке, и мы присутствовали, скажем так, на обсуждении этой темы в молодежном центре. Вот. Это было действительно гораздо более напряженно, это было начало обсуждения. Вчера была очень миролюбивая обстановка, я бы сказала, что было очень конструктивно все вот организовано. У нас, значит, департамент архитектуры и градостроительства представил проект. Проект в основном уже прошел этапы согласования, и, скажем, поэлементно, вот, скажем так, уже что-то отклонили, что-то приняли. И вчера, ну, были такие эмоциональные выступления, я думаю, что это больше всего связано с неизвестность, неопределенность, да, вот, когда люди только ожидают, как это будет. И вот волнуются люди, люди волнуются, люди предвкушают и боятся, что это будет не совпадать с их ожиданиями. Вот, скажем, я увидела только это, все остальное мне очень вчера понравилось. Давай немножко, может быть, в историю вопроса погрузимся с точки зрения того, это такие детский парк, он в первую очередь детский, вот, в названии, да, и насколько он сохранит вот эту детскость, да, в представленном проекте, да, и вообще, то есть, нужен ли сейчас в старом районе такой, ну, уж прямо, будем говорить, там, будут ли там аттракционы, как мы помним, там в свое время был вот этот аттракцион «Солнышко» и так далее, да, то есть, будет ли все это? И вообще, что ты, как депутат, который инициировал эту проблему, представляешь, что там должно быть и насколько сейчас это совпало? Значит, я окунусь в историю, в 2016 году ко мне обратились жители не только моего округа, а жители округов, жители города, скажем, горожане. Значит, с такой проблемой о том, что у нас есть парк Зернова, он тогда еще тоже не был благоустроен, и что он настолько востребованный, особенно вот в праздничные дни, какие-то мероприятия детские, что буквально люди вынуждены выстаивать много времени проводить в очередях. Город собирается в один парк, и там, соответственно, не лежит. И поскольку у нас сейчас обновляется старый район, ну, что греха таить, это грустная тема, уходят пожилые люди, одинокие, освобождаются квартиры, их приобретают молодежь с детьми или которые планируют иметь детей. И люди высказались таким образом, что мы хотим в старой части города видеть сквер, парк, который будет, скажем так, наполнен, заполнен какими-то конструкциями, приспособлениями на тему детского отдыха. То есть можно было прийти, собственно, в этот парк и спокойно погулять там с детьми разного возраста. Сесть на лавочку с коляской, покачать коляску, в это время там пятилетний, значит, мальчик или девочка спокойно поиграет, например, там, в песочнице или на какой-то безопасной, значит, вот детской, может быть, игровой конструкции. Вот, то есть ко мне обратились с этой проблемой, ко мне обратились именно люди, которые имеют детей, которые хотят видеть благоустроенным детский парк. Значит, я вчера уже говорила об этом на слушаниях, ну, и я уже много об этом говорила, о том, что я помню парк своего детства. Я, конечно, еще была где-то очень маленькая, наверное, несмотря на то, что мне было 2-3 года, я помню. Я помню эти вот классические карусель, да, вот такой вот формы какой-то, не знаю, каменного цветка, как из Данила Мастера из сказки, и там скакали эти детские лошадки, вот эти вот наши традиционные в детстве. Были, наверное, еще качели, возможно, я плохо помню, но вот как в парке Зерно в свое время, которые такие лодочки раскачивающиеся, была эстрада. То есть, действительно, парк был детский. Вот, я об этом говорила на слушаниях и говорила о том, что вот инициатива от жителей была такая. Я вышла в 2016 году с предложениями по финансированию, разработке проектно-сметной документации, но в тот момент вот в городском бюджете денег не нашлось, не было предусмотрено. И нам очень повезло, что стартовала программа «Комфортная городская среда», да, вот региональные, федеральные программы, да, которые позволили нам вот прийти к такому финишу и, собственно говоря... Разработать проектную документацию. Да, совершенно верно. Вот она, эта проектная документация, точнее, то, что, получается, представляли вчера на слушаниях, насколько она сейчас вот соответствует, ну, как твоим представлениям, да, того, что ты хотела, может быть, как человек, который двигал эту тему, насколько она соответствует? Мне понравилось. Мне понравилось то, что парк абсолютно функционален, на мой взгляд, и предусматривает, скажем так, адресную, как мы говорим такое слово, адресную направленность на определенные группы населения. То есть там сейчас есть площадка для детского отдыха, там в возрасте до пяти, там, например, двенадцати лет. Есть площадка спортивная, есть площадка для воркаута. Кстати, вчера вот те, кто присутствовали, пожилые люди, они высказали предложение, скажем так, для реабилитации вот инвалидов, то есть иметь такие снаряды и такие спортивные тренажеры, которые позволили бы... То есть не только для, условно говоря, взрослых или подростков, но и для пожилых людей, которые могли бы им воспользоваться. Верно. Потом есть площадка, скажем так, для... А, я говорила, нет, для выгула собак площадка, самая удаленная. И такая развитая система коммуникаций, я имею в виду дорожки и так далее, на которых лавочки. Понравилась система многоуровневого освещения? Я, наверное, поинтересуюсь, но такой профессиональный вопрос, я мог бы его задать на комитете городской думы, но раз уж мы здесь, там не озвучилась ли итоговая стоимость, сколько будет стоить это благоустройство? То есть вот сколько город или областной, или федеральный бюджет потратит в целом одной суммой на это благоустройство? Петр, к сожалению, не отвечу на твой вопрос. Возможно, скажем так, я не услышала эту цифру. Возможно, она не озвучивалась, потому что людей, все-таки присутствующих, интересовало больше конкретное наполнение. Рассказывал Кашпаев Михаил Анатольевич про, собственно говоря, про процедуру, как будет осуществляться благоустройство, как будет контроль, скажем, осуществляться за процедурой. Конкретную цифру я не скажу, я только помню изначально, когда объявление было о том, что парк выиграл, собственно говоря, конкурс, что порядка 80 миллионов. А, ну то есть парк Зернова нам стоил 100? Например, да. Я помню, что да. Практически, да, ровно 100 миллионов, то есть около 80 миллионов. Две программы у нас здесь сейчас пересекаются, накладываются, да. Парк на улице Сосина. А вот мы рассказали про зоны, которые уже, в принципе, предусмотрены проектом, да, присутствующие на обсуждениях. Они как-то были согласны с этими зонами или какие-то отмели, сказали, что они не нужны? Как я поняла, что большая часть зон по проекту была отметена в процессе его обсуждения. Вот как, например, эстрада для проведения, скажем, каких-то общественных мероприятий, хотя она когда-то была в детском парке. Вчера очень много, скажем так, нареканий или вопросов вызвало зоны так называемой змейки. Змейка, как я ее восприняла поначалу, мне показалось, что это такая конструкция в сечении желоб, типа вот бабслей, да, и вот что-то по нему кататься. Нет, это конструкция, которая, в общем-то, уже реализована во многих больших городских парках, в частности, московских. Это, скажем, такое возвышение, разноуровневое, достаточно протяженное, на котором люди могут прогуливаться и с него, скажем так, наблюдать, скажем, за жизнедеятельностью парка. То есть, как бы это в высоту уходит. Да, да, и под ним можно тоже ходить. Скажем так, у меня оно вызвало неоднозначное ощущение, потому что, ну, если бы это было какой-то большой протяженности парк, да, если бы это была наша низина, например, да, откуда-то что-то сверху можно наблюдать, то как бы вот, хотя, может быть, я просто как бы с этим не сталкивалась, не понимаю, что это на самом деле здорово, может быть, это интересно. Конечно. Мы обсуждали в процессе с Кашпаем, с Михаилом Анатольевичем, с руководителем департамента градостроительного и архитектурного о том, что вот, к сожалению, нас поставили перед фактом, что тот проект, который был представлен, он должен был быть у нас в ноябре. Ну, в силу ли коронавируса или каких-то других процедурных он попал поздно, и сейчас мы не можем, даже если бы мы хотели какие-то уже коррективы нести, у нас просто не хватит времени, потому что вы сами понимаете, что деньги нужно реализовать в этом году. То есть, змейку могут уже и построить. Как вариант, да. Я думаю, что вот сейчас наша задача не внедряться и как бы не отклоняться от этого проекта. Я, кстати, вчера говорила вот о чем. Это мои наблюдения за прошлые, мой созыв депутатский, в этом созыве очень много в городе проектов полезных, значимых, интересных, которые могли бы быть реализованы, если бы жители пришли к консенсусу, к согласию. То есть, например, вот у меня на округе есть пустырь, заросшую зеленью летом, зимой он под снегом. Это площадка бывшей хоккейной коробки, на которой есть проект, и можно было бы там соорудить прекрасный детский городок с аттракционами, и можно было бы сделать парковки, но жители, и всего-то навсего надо было газон подрезать на полметра, но жители категорически были против. Теперь у нас ни городка, ни парковок, и проект остался не реализован. Это защита зеленой зоны? Пустырь остался, да. Это защита. Выступали в пользу защиты зеленой зоны. Мне кажется, что я бы, ну, на месте жителей бы, уступила бы в малом в чем-то, да, но выиграл бы в большом, то есть был бы реализован проект. Я вчера об этом говорила по отношению к парку. Но вот на самом деле это же повторые такие, ну, можно говорить, публичные слушания с присутствием жителей иногда, да, и вот буквально две недели там или три недели назад составились публичные слушания по правилам землепользования и застройки, где тоже наломали кучу копий, как говорится, да, в том числе вот с точки зрения того, что многие против, и я слышал, что и на этих тоже слушаниях были достаточно, ну, серьезные там высказывания не совсем адекватного характера. Что трогать не надо, оставьте все как есть. Да, что вроде как не надо, зачем нам тут детский парк, у нас и так все здесь хорошо вроде бы. Были мне непротиворечивые, потому что были такие реплики, давайте уберем из названия парка название детский. Ну, скажем так, это, наверное, больше относится к мнению горожан более пожилых. Вот, я как раз к тому иду. Потому что люди хотят просто видеть зеленую зону, скажем так, филиал леса, вот, в котором бы просто они гуляли. А филиал леса хороший. Да, да, да. Ну, вы знаете как, вот кто-то зло раздраженно возражает, говорит, да леса, дойдите у нас там 5 минут до леса. Но не все в пожилом возрасте люди, это надо понимать. Не в состоянии, в силу здоровья, в состоянии опорно-двигательного аппарата попасть в лес. Слушай, ну это эти опасения, что будут рубить деревья. Они все-таки как-то Михаилу отвечают, что там оставят там лес или не оставят там лес, или все вырубят, может быть, подчистую. Мне показалось, удалось убедить аудиторию присутствующих, хотя мне кажется, что аудитория могла быть шире, то есть я со своей позиции тоже как можно больше проинформировала заинтересованных людей. Вот, но тем не менее, мне кажется, все-таки небольшая была аудитория, ну может быть максимум 50 человек, наверное, 30-50. Вот, вот аудитория была лояльно настроена, потому что, ну если была такая донесена, если бы мы каждый год проводили ревизию в парке или благоустраивали его чаще, то у нас было бы, может быть, в каждом благоустройстве 5, максимум там, например, ну может 5-10 деревьев, да? Вот, мы пришли к тому, что мы очень давно не занимались зеленой зоной парка. И сейчас там 35 деревьев, требующих вырубки не только на самой территории парка, но и вокруг территории. То есть уже больные, которые, собственно говоря, уже пришли в негодность. И помните ту страшную трагическую историю на протяжке, когда погиб ребенок, и никто бы не хотел, не дай бог, чтобы это случилось с его ребенком. Поэтому, конечно, эти деревья нужно убирать и на их месте компенсационным озеленением высаживать уже. Конечно, понятно, что что-то вырубится под определенные зоны, так же и посадиться это будет более как-то, не знаю, приличнее и цивилизованнее. То есть допустить то, что останутся аварийные деревья нельзя никак. И мне показалось, что это мысли, ну как бы, услышали люди. Ну да. Но вообще не надо забывать, что, конечно, город у нас меняется, и вокруг детского парка, сейчас это улица Александрович, улица Победы, планируется проведение реноваций, да, а там и новая застройка, до девятиэтажные дома, и, скорее всего, конечно, там появятся новые жители. Я еще одну тему хотела затронуть, Федор, если ты позволишь. Конечно. Вот в детстве, я только в детстве слышала это слово, закладка. Я первый раз столкнулась с другим употреблением этого слова, и это была не веселая тема, мне об этом сказали уже, когда я была депутатом, о том, что есть такое понятие закладки наркоманские. Вот мне указали на детский парк. И не секрет, что когда мы гуляем в детском парке, вот в этих его зонах, которые, скажем, образованы задней частью, например, налоговой инспекции, да, вот этой глухой зоны, примыкающей к рябинушке, валяются шприцы использованные, валяются, не знаю, там бинты, разбитые бутылки стеклянные. О чем это говорит? Кто будет, например, сидеть, распивать или употреблять там те же наркотики посередине площади Ленина, там, где ходят люди, где все это востребовано, наблюдаемо, да? Значит, эта зона не востребована. Эта зона, возможно, это делают ночью, но даже если ночью будут стоять видеокамеры работающие... И работать освещение. И работать освещение, да. То под фонарями никто не будет сидеть. Совершенно верно. То это будет уже не так удобно, поэтому даже в этом плане парк должен быть благоустроен. Это, кстати говоря, пример не прямой логики. Обычно, как говорят, прямая логика. Поставишь лавочку, на ней обязательно кто-нибудь будет собираться и сидеть. Нет, так не работает. Любое благоустройство ведет к снижению криминогенности обстановки. Потому что никто на лавочке под фонарем сидеть и заседать не будет. Туда очень быстро приедут соответствующие органы и всех разгонят, да? И потом, кому нужна эта публичность? Сидят там, где темно и нет благоустройства. Как это, темный омут, да? Вот это тот самый случай. Друзья, с проектом парка, я надеюсь, можно будет ознакомиться на сайте городской администрации. И вы можете сами посмотреть, в том числе и на нашем YouTube-канале, в новостях, все про общественное обсуждение. А на этом наша программа подошла к концу. Мы с вами прощаемся и до встречи через неделю. Пока-пока. Пока. Всего доброго.